Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! Мы очень давно с вами не виделись, но сегодня я вам расскажу очень интересную информацию. Где же теперь заказывать одежду? Где же сейчас что-либо вообще заказывать, когда все закрыто и ничего не работает? Итак, начнем! Итак, сегодня я вам расскажу буквально несколько сервисов, которые помогут нам сохранить свою внешнюю красоту при помощи одежды. Да, очень грубо сказано, но все же. Итак, первый способ, девчонки, ну конечно же, у нас остается с вами Wildberries, потрясающий сервис, мультибрендовый сервис, при помощи которого вы сможете найти абсолютно любую одежду, обувь и многое-многое другое. Поэтому обращайтесь! Также можно и взять в этот же расчет Озон сервис, очень интересный. У них, кстати, появились новые функции, где можно делать обзоры и как-то продвигаться в качестве, кстати говоря, блогера, если кому интересно. Так что милости прошу! Многие у нас обзоры на моем канале проходили именно благодаря Wildberries. Там в основном наши российские бренды, наши российские производители, но все же, девчонки, очень растет и качество, и цены, в принципе, плюс-минус варьируются. Ну, цена-качество. Второе место, где же можно прикупить что-то, я знаю, что многие бренды сейчас закрываются, такие как Asos, Shein, ну может они не закрываются, а просто перестают работать с Россией. Ну, в данных реалиях, в данных событиях все равно хочется что-то прикупить для себя, поэтому я вам подсказываю. Есть специальные сервисы, которые помогают нам делать покупки. Расскажу вам про три сервиса, которые я знаю. Конечно же, самый популярный это SDEC, SDEC Forward, по-моему, он так называется. Да, вы при помощи SDEC можете заказать любую какую-нибудь там вещь, ну, например, с сайта Shein, с сайта Asos. Как это происходит? Либо вы скидываете просто ссылочки, и вам непосредственно говорят, когда вы сможете забрать ваш заказ, либо вы делаете самостоятельно заказ на нужный адрес, который вам также предоставляют, и потом вы уже вот это вот все перенаправляется вам после того, как доставят на тот адрес. То есть система проста, но все же это может помочь, особенно те, кто скучает, девчонки по шину. Очень часто мне пишут, говорят, Даша, где теперь одеваться, что теперь делать, что происходит? Вуаля! Наши, как говорится, сервисы, услуг не отстают и готовы нам помогать. Также один из сервисов это Azora, и еще один сервис это Banderolka. Да, в принципе, вы можете выбрать несколько из них, честно вам скажу, я их не проверяла, я не даю вам полной гарантии, что прям все четко и так далее, но как минимум я знаю компанию SDEC, я очень много с ними работала, ну там посылки отправляла, перенаправляла, все очень всегда хорошо, качественно, в срок, все четко. Да, они возьмут все эти сервисы, не бесплатно будут вам помогать, они возьмут какую-то свою комиссию. Мне, кстати, интересно узнать, может кто-то пользовался, напишите в комментариях, какую они вообще берут комиссию, если вы этим пользовались, поделитесь с нами, это будет очень круто и полезно для кого-то. Ну и я, конечно, непосредственно попробую, может быть, в будущем заказать, особенно меня интересует сайт SHEIN, я знаю, что все по нему скучают, может быть, что-нибудь интересное, я там цепанем и попробую вам, непосредственно вам сделать обзорчик. Третья возможность что-то там покупать, откуда-то покупать, непонятно откуда, но это все же остается социальные сети. Очень много сейчас развивается брендов, как в телеграм-каналах, так в контакте, так и в других социальных сетях, о которых нельзя сейчас говорить, но все же, очень много брендов наших, российских, на фоне всей вот этой вот, грубо говоря, катастрофы в модном мире и фэшн, и не только, начинают поднимать свои производства, создают свои новые бренды и выходят либо на Wildberries, либо начинают потихонечку развиваться в социальных сетях. Так что обратите внимание на наши ВКонтакте, на телеграм-каналы, там очень много будет полезной информации, и, в принципе, я думаю, это тоже очень важно, порыться где-то, поискать, ну и что-то найти интересное. Очень много молодых перспективных брендов начинает именно с этого, потому что не такие еще большие бюджеты, чтобы выходить куда-то на Wildberries, там буквально 2-3 вещи. Многие, кстати, девчонки, я знаю, которые шьют маленькими партиями, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот так вот вырастают в большие бренды, поэтому тоже можно поддержать. Есть девочки, которые действительно прям им нравится это дело, они хотят этим заниматься, шить, творить, и их тоже нужно поддержать. Кстати, если вы кто-то, кто из вас шьет, напишите в комментариях, может, мы можем к вам обратиться. Следующий, куда мы можем обратиться, это четвертый наш пункт. Но непосредственно ваши магазины в вашем городе, да, они также открыты, до сих пор доступны. Для кого-то это, возможно, рынок, для кого-то, возможно, какие-то магазины не супер-пупер, возможно, будет модно, современно, как китайские какие-то бренды или еще что-то, но все же наши российские бренды идут в тренде. Вы можете следить за моим YouTube-каналом, я буду делать для вас обзорчики различных вещей. Все сейчас очень много всего делают, очень много творят и производят, и это на самом деле очень радует, девочки. Поэтому ищите в вашем городе непосредственно магазины одежды больших размеров, и там можно и примерить, и все что угодно. Все-таки не каждому хочется заказывать онлайн, ждать какого-то чуда. И по возврату, особенно если вы заказываете через сервисы, по возврату тоже будут такие вот моменты, вопросы, возможно, за которые придется доплатить, заплатить, но вот в данной ситуации только так. Поэтому, возможно, в вашем городе есть вот такие молодые бренды, модные, которые непосредственно будут работать с вами. Так что обратите внимание, возможно, стоит чуть-чуть поискать и что-то найти. В моем городе, если достаточно такое бюджетное что-то, сложно найти, конечно, но средний сегмент нашего рынка в Санкт-Петербурге, это, конечно, Леди Шарм, Ева Графова. У них есть свои коллекции для таких больших размеров, как я, возможно, модели не прям супермодные, современные, но для более молодежных моделей. То есть размер до 58-го, до 60-го вы сможете там найти стильные достаточно вещи. Но цена будет немножечко, скажем так, завышена, потому что и ткани дорожают, и есть, скажем так, многие моменты по пошиву. Ну и плюсом конкуренции особо-таки нету, поэтому вот так вот. Ну и, конечно, очень есть качественный хороший бренд, это Adivai Wear. Он находится также в Санкт-Петербурге, но они открывают еще, насколько я знаю, филиалы в разных-разных городах тоже растут. По цене, скажу вам, почти уже будет то же самое, как и в брендах Леди Шарм, Викс Вокс и так далее, то есть вот в их сегменте. Но по качеству, по посадке, возможно, даже будет получше, даже по качеству тканей они используют натуральные изделия. То есть, в принципе, ищите, ищите и найдете. Конечно, хочется вам поделиться пятным с вами пунктом. Непосредственно, если у вас есть какие-то друзья, родственники из ближайших нам каких-нибудь стран, тоже самый там Казахстан, Кыргызстан, еще какие-нибудь страны, которые, ну, кроме Беларуси, она также входит в весь пакет, скажем так, санкций. У них есть определенные. Но все же, если есть какие-то родственники, друзья, друзей, 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 ищите их, вот, жди меня, просто программа начинается. Да, можно найти какого-то ближайшего родственника, друга, подругу и попросить его что-нибудь для вас, вот, какой-нибудь прикупить и также переслать. Это будет, возможно, дешевле, выгоднее, может быть, бесплатно кто-то сделает, ну, или за небольшую, там, доплату кто-то это сделает. Но все же, как вариант, у вас, если что, будет возможно сделать и возврат, но за пересылку вам все же придется заплатить. Но это как вариант. У кого-то есть какие-то друзья, друзей, друзей. Есть многие, кстати, я знаю, блогеры, кто-то начинает этим заниматься, вот этим вот пересылкой. И кто-то живет в другой стране, например, в Казахстане, и начинает вот это вот все, ну, пересылать тому, кто это интересен. В принципе, я тоже не даю гарантии, что именно какой-то там человек, какой-то там блогер вам поможет. Но все же, как вариант, возможно, можно что-то подыскать. Но я бы больше доверяла сервисам или проверенным людям. Я надеюсь, вам была полезная данная информация. Не забывайте, что у меня есть мои социальные сети, как минимум, моя группа ВКонтакте. Мой телеграм-канал, да, мои другие социальные сети. Обязательно подписывайтесь на них. Ссылочку я всегда оставляю в описании. Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видеоролики. Я всех целую. Обожаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok